Прямо сейчас, в эту секунду, огромное количество людей, сотни человек работают над тем, чтобы разносить дезинформацию по Украине, по Западу и по России. По России уже в меньшей степени. В России пропаганда не столь важна, потому что сейчас все уже перешло к полноценным репрессиям. Однако Россия не может осуществлять репрессии в Украине или на Западе, поэтому используют свои продуманные методы пропаганды, тратя на это миллиарды рублей. Washington Post вышла с большой публикацией, в которой подробно рассказывается про то, что такое план Допельгангер и каким образом Россия вмешивалась во внутреннюю политику Украины и во внутреннюю политику Запада. Десятки фейковых публикаций, которые распространялись по сотням аккаунтам и имели тысячные и миллионные охваты. Все это нужно для того, чтобы расколоть Украину внутри и для того, чтобы заставить Запад перестать поддерживать Украину. Возможно, половина материалов, которые вы видели, которые описывают войну России и Украины, сделаны в Кремле, точнее под руководством администрации президента. Не в самом Кремле, само собой, а на специальных фабриках, где денно и ночно российские всевозможные технологи планируют проведение дезинформационных кампаний. В сегодняшнем видео я расскажу вам про очень важные вещи, про конкретные вещи. Не просто абстрактно это все российская пропаганда. Нет, людям уже приелось это словосочетание и понятно почему. О российской пропаганде говорят годами. Но, к сожалению, от распространенности термина самой российской пропаганды меньше не становится. И это не Соловьев, и не Скобеева, и не Симоньян. Эти ничего не значащие и мелькающие в телевизоре рожи ни на что уже не влияют. Влияние России идет совершенно другим путем и, к сожалению, имеет первые плоды. Несмотря на то, что почти два года российская пропаганда почти не достигала никаких успехов в Украине, последний месяц ситуация несколько изменилась. Более того, российская пропаганда имеет отношение к увольнению Резникова и к увольнению даже Валерия Залужного. Обо всем этом подробно я сегодня вам расскажу. И впервые, наверное, я обращусь не к той части своей аудитории, которая из России составляет большинство, а именно половину зрителей моего канала, а в основном я обращусь к тем, кто смотрит меня в Украине. Дорогие друзья, пожалуйста, те публикации, которые я сегодня буду упоминать, или сам ролик, перешлите своим знакомым, родным и близким. Ну, по крайней мере, кто говорит на русском языке, кто на английском. Собственно, сами публикации, которые в описании. Потому что предупрежден, значит вооружен. Россия будет лишь наращивать свои пропагандистские усилия. Россия не может победить Украину на поле боя. За два года мы это поняли. Даже сейчас, когда у Украины есть большие проблемы со снарядами, все равно Россия не может существенно продвинуться. И радуется тому, что за множество месяцев захватили Авдеевку, население которых до войны было 36 тысяч человек. За Авдеевку они захватили за 10 лет, на самом деле, за несколько месяцев. И не имея возможности победить Украину на поле боя, Россия пытается победить ее с помощью своих пропагандистских методов, расколов Украину внутри себя и убедив Запад в том, что Украину нельзя поддерживать. Как именно это происходит, я сегодня детально вам расскажу. Пожалуйста, донесите это до каждого. Потому что переубеждать человека, который уже подвергся российской пропаганде, в тысячу раз сложнее, чем заранее предупредить его, как именно действует российская пропаганда. Тогда он будет готов. И тогда никакие переобувшиеся псевдо-украинские блогеры не смогут оказать на него влияние. Но о них мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз. Однако, слушая сегодняшний материал, вы увидите очень много знакомых нарративов, которые с недавнего времени проталкивает Алексей Арестович и с давнего времени проталкивает, например, Анатолий Шарий. Итак, давайте же разберемся, как устроена российская пропаганда и конкретные примеры, как она работала. Начнем с Washington Post, которые выпустили гигантскую публикацию об этом, опираясь на документы, которые утекли из Кремля. Почему-то, к сожалению, СМИ не очень серьезное внимание уделили этой публикации. Сегодня мы попробуем с вами исправить это недоразумение. Когда впервые появилась новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить главкома генерала Валерия Залужного, официальные лица в Москве, казалось, ликовали. Как показывают документы, они пытались организовать именно такой раскол в течение множества месяцев. Нам необходимо усилить конфликт между Залужным и Зеленским по принципу «он намерен его уволить», написал год назад один кремлевский политтехнолог после встречи высокопоставленных российских чиновников и московских политтехнологов, согласно внутренним документам Кремля. Администрация президента России Владимира Путина приказала группе российских политтехнологов использовать социальные сети и фейковые новостные статьи, чтобы продвигать тему о том, что Зеленский истеричен и слаб. Якобы он боится, что его оттолкнут, поэтому избавляется от опасных. Указание Кремля привело к появлению тысяч постов в социальных сетях и сотен сфабрикованных статей, созданных фабрикой троллей и распространенных в Украине и по всей Европе, в которых пытались использовать в своих целях, по слухам, напряженные отношения между двумя украинскими лидерами. Все это согласно многочисленным кремлевским документам, полученным европейской разведкой и проверенными The Washington Post. Со своей стороны хочу добавить, что у Украины много проблем. Этого никто не скрывает и не отрицает. И нельзя на все проблемы говорить, что это российская пропаганда. Конечно, есть и коррупция, есть и неудачные решения. Тем более, что Украина уже два года находится под высочайшим стрессом и прессингом страны-агрессора, которая в несколько раз больше ее, у которой больше ресурсов, у которой больше техники, у которых больше ракет и так далее. Не говоря уже о том, что все 10 лет Украина подвергается российской агрессии. Безусловно, в Украине есть проблемы. Однако, российская пропаганда это не вымысел. Я разбирал ее еще до начала полномасштабной войны, в том числе зарубежные фабрики, точнее российские фабрики троллей, которые используются для оказания влияния на зарубежные, ну, на другие страны. Собственно, у меня было несколько видео про это, как это устроено с конкретными рассказами троллей, которых на этих фабриках работают, где их выращивают. И Россия все это уже делала, только в гораздо меньших масштабах, потому что тогда от этого не зависела победа или поражение на фронте. И, собственно, сейчас Россия этого делает в тысячу раз больше и довольно детально мы знаем, как именно это работает. Итак, вернемся к публикации. Файлы, насчитывающие более ста документов, были переданы изданию Washington Post, чтобы впервые раскрыть масштабы кремлевской пропаганды, нацеленной на Зеленского с целью разделения и дестабилизации украинского общества, усилий, которые Москва назвала информационно-психологическими операциями. Однако, согласно опросам общественного мнения, украинское общество до сих пор остается удивительно сплоченным после российского вторжения, а официальные лица в Москве, как показывают документы, иногда выражают разочарование по поводу своей неспособности подорвать позиции Зеленского и разжечь раскол. Один из них в одной беседе пожаловался, что украинский президент похож на Брэда Пита, мировую звезду с имиджем, который невозможно запятнать. Но теперь, когда генерал Залужный ушел, линия фронта заморожена, а дальнейшая военная и финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки остается под вопросом и не определена, некоторые в Киеве обеспокоены тем, что скрытые пропагандистские усилия России могут начать подрывать национальную сплоченность и моральный дух украинцев. Впереди самые трудные времена, сказал один из высокопоставленных чиновников Европейских служб безопасности, который, как и другие, говорил на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов российской дезинформации. Россия выставила, и они готовят новую кампанию, которая состоит из трех основных направлений. Первое – давление на линию фронта. Во-вторых, атакуют украинскую инфраструктуру. И в-третьих, это кампания по дестабилизации. Документы показывают, как в январе 2023 года первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко поручил группе чиновников и политтехнологов обеспечить присутствие в украинских социальных сетях для распространения дезинформации. Эти усилия основывались на более раннем проекте, который Кириенко, давний помощник Путина, реализовывал с целью подорвать поддержку Украины с Западом, в том числе во Франции и Германии, как показывает предыдущий репортаж The Washington Post. Как следует из документов, европейскую пропагандистскую группу курировала одна из заместителей Кириенко Татьяна Матвеева, глава департамента Кремля по развитию информационно-коммуникационных технологий. К концу 2022 года, после того, как Украина оттеснила российские войска в Харьковской и Херсонской областях, а чиновники в Киеве начали говорить о крупном весеннем контрнаступлении на востоке и юге, Кириенко сформировал вторую команду, ориентированную на дестабилизацию самой Украины, говорится в документах. Эти усилия возглавил один из его ближайших заместителей, Александр Харичев, бюрократ, известный в некоторых московских кругах как фиксатор или организатор выборов, поскольку он следит за тем, чтобы внутренние выборы прошли в пользу Кремля. На встрече 16 января 2023 года Киренко сформулировал четыре ключевые задачи украинской пропагандистской команды, то есть команды, которая должна будет действовать для распространения дезинформации в Украине. Дискредитация военного и политического руководства Киева, раскол украинской элиты, деморализация украинских войск и дезориентация украинского населения. Об этом свидетельствуют документы. Успех команды должен был измеряться по ключевым показателям. Они должны были понизить рейтинги ключевых сотрудников в офисе Зеленского, украинского правительства и командования вооруженных сил Украины, а также повысить веру среди украинского населения в то, что элита страны работала только на себя. Рост числа отставок в правительстве и публичных конфликтов также был бы признанием достижения. В документах говорится, что для усиления страха и беспокойства военные потери Украины должны преувеличиваться. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Харичев и Матвеева не ответили на подробные просьбы со стороны Вашингтон-Пост прокомментировать содержание документов. Документы показывают, что прогресс отслеживался на почти еженедельных встречах в Кремле, где стратегии проводили презентации, демонстрируя наиболее читаемые посты, которые они разместили в украинских социальных сетях и подсчитывая общее распределение их результатов. Они также проводили еженедельные опросы общественного мнения об уровне доверия Зеленскому и военному руководству страны. Среди материалов, которые они выделили, были сфабрикованы пост в Фейсбуке, в котором утверждалось, что семья павшего солдата не получила никакой помощи от государства, который, согласно одной из презентаций панели мониторинга, набрал более двух миллионов просмотров. По другой версии, топ-постом с целью дезориентации населения стало фейковое видео в Телеграме, в котором утверждалось, что главной военной целью властей в Киеве было воевать до последнего украинца. По данным одной из презентаций информационной панели, к началу марта десятки наемных троллей каждую неделю отправляли в украинские социальные сети более 1300 сообщений и 37 тысяч комментариев. Согласно записям, сотрудники ферм троллей зарабатывали 60 тысяч рублей в месяц. Это около 660 долларов за написание 100 комментариев в день. Большинство докладов стратегов своим политическим хозяевам были сосредоточены на объеме созданного контента и общем количестве просмотров. Но в течение первых пяти месяцев они не содержали практически никаких доказательств того, что эти усилия оказали какое-либо влияние на украинцев. Опросы, проведенные Кремлем, показали, что доверие к Зеленскому остается стабильно высоким. С февраля по июнь президенту доверяли от 68 до 73,3% украинцев. Однако к августу кремлевские опросы показали, что этот показатель упал до 65,5%. Невозможно оценить точность этих опросов, так как неясно вообще, как Россия проводила эти опросы в Украине. Об этом в документах ничего не сказано. Опрос, проведенный же Киевским центром Разумкова в июле, показал, что доверие Зеленскому составляет 81%. Последний опрос, опубликованный центром 8 февраля, показал, что доверие к Зеленскому упало до 69%. Стратеги осознавали сложность своей задачи. В настоящий момент нам приходится входить в медиапространство Украины практически с нуля, говорилось в одном апрельском отчете. Про российский сегмент полностью вычищен из СМИ и социальных сетей, жаловались они. Стратеги посоветовали развивать сеть каналов Телеграм в сочетании с Твиттером и Фейсбуком, Инстаграмом, как наиболее эффективный способ проникновения в медиапространство Украины, отметив, что аудитория Телеграма в Украине выросла на 600% по сравнению с предыдущим годом. После вторжения правительство Зеленского создало единый источник телевизионных новостей, но украинцы отошли от программ, заявив, что военная борьба в Украине не освещается и не обсуждается в достаточной степени. Телеграм стал самым важным источником новостей, даже более важным, чем основные СМИ, сказал высокопоставленный представитель Европейской службы безопасности. Это невозможно заблокировать, цитирует его Бошингтон пост. Московские стратеги подчеркнули необходимость избегать откровенно пророссийской пропаганды, чтобы завоевать доверие аудитории. Понятно, что со старыми ресурсами мы не сможем летать, написал 5 апреля после встречи в Кремле один из стратегов. По данным одной из презентаций информационной панели к первой неделе мая пост кремлевских стратегов в Фейсбуке, в котором говорилось, что Валерий Залужный может стать следующим президентом Украины, набрал больше 4 миллионов просмотров. Затем Кремль отдал приказ создать аналогичные посты или дополнительную реальность. Это термин, который используется российскими чиновниками для обозначения фейковых новостей, включая сообщения о том, что западные лидеры ищут замену Зеленскому и что Залужный намерен остановить контрнаступление. Мета, материнская компания Фейсбука, в заявлении, касающемся российских сообщений о Залужном и предполагаемом отсутствии государственной помощи павшему солдату, заявила, что с 2022 года она отслеживает и блокирует аккаунты, страницы и веб-сайты, управляемые этой компанией. Включайте две страницы, которые были быстро обнаружены и отключены нашей командой безопасности, писали они. Не испугавшись, стратеги разместили в социальных сетях множество статей об Украине, одна из которых в мае была заглавлена как «Зеленский держится на троне». В Украине демократия ликвидируется. Именно так они назывались, свидетельствуют документы. Другой статье в июне попытались обыграть то, что, по утверждениям, было длительным исчезновением Залужного из поля зрения общественности, а блогерам было поручено публиковать комментарии, в которых говорилось «Вот почему Залужный исчез, потому что он мог и должен был занять место Зеленского». Стратеги также стремились использовать компанию Кириенко в Западной Европе, переработав ее дезинформацию для использования в Украине. Как это делалось? Тактика европейской компании включала клонирование средств массовой информации и правительственных веб-сайтов, таких как Лямонт и Министерство иностранных дел Франции, а затем размещение на них фейкового контента, очерняющего украинское правительство в рамках операции, названной чиновниками Европейского Союза «Допельгангер». Ну то есть вы поняли, да, берется, создается фейковый сайт, который неотличим от какого-нибудь, значит, действительно сайта официального представительства какого-нибудь ведомства или, например, какого-нибудь известного СМИ. Они также включали создание фейковых аккаунтов в Твиттере для видных деятелей, в том числе, например, для министра иностранных дел Германии Бербук. Стратегии стремились разметить истории или сообщения с этих веб-сайтов или аккаунтов в украинских социальных сетях как настоящие европейские репортажи или комментарии. Я, кстати, неоднократно сам видел, как многие украинские паблики действительно воспринимали эти, собственно, фейковые абсолютно скриншоты с якобы политику или других изданий как настоящие и распространили это как настоящие новости. После того, как в сентябре фейковый аккаунт Бербук заявил, что война в Украине закончится через три месяца, власти Германии начали расследование и обнаружили более 50 тысяч фейковых аккаунтов пользователей, координирующих пророссийскую пропаганду, в том числе тех, которые продвигали твит. Чиновники полагают, что фейковые аккаунты были продолжением компании Доппельгангер, сообщает Шпигель. Операция Доппельгангер была впервые раскрыта метой в сентябре 2022 года, а затем французскими властями прошлым летом и связана с Reliable Recent News, сайтом фейковых новостей, сходящим к двум российским компаниям – Агентство социального дизайна и структура National Technologies. Кремлевские документы показывают, что руководители Агентства социального дизайна и структуры Илья Гомбашидзе и Николай Тупикин работали напрямую с Кириенко и другим кремлевским чиновником Софией Захаровой, которые координировали усилия в Европе и в Украине. Она мозг, сказал представитель европейской безопасности. В смысле мозг всей операции. В июле ЕС ввел санкции против Гомбашидзе, Агентства национальных технологий и социального дизайна структура за их роль в создании фейковых веб-страниц и аккаунтов в социальных сетях, узурпирующих идентичность национальных СМИ и правительственных веб-сайтов, ну то есть выдавая себя за них, в рамках гибридной кампании со стороны России против ЕС и стран-членов. Это цитата. Гомбашидзе и Тупикин были названы Госдепартаментом США в ноябре за их роль в усилиях Кремля по распространению дезинформации в Латийской Америке. Были названы, как вот, соответственно, люди к этому причастны. Захарова Гомбашидзе и Тупикин не ответили на подробные просьбы прокомментировать содержание документов. Ну то есть Вашингтон-Пост запросил их о комментариях. Гомбашидзе, Тупикин и их коллеги предложили версии, которые, как они надеялись, разрушат имидж Зеленского на Западе как героя маленькой страны, борющейся с глобальным злом, как показывает один из документов, отправленных в апреле. Они предложили изобразить Зеленского актерам, способным лишь следовать сценарию, написанному для него Соединенными Штатами и НАТО. А его западные сторонники, мол, устали от него. В документе говорится, что они предлагали распространять фальшивые документы украинского правительства в качестве доказательства коррумпированных схем военных закупок и предполагать, что Зеленский и его семья имели счета в западных банках. Опять же, я тут должен добавить от себя, что, еще раз, никто не утверждает, что проблемы коррупции в украинской армии не существует. Она существует, это признавалось и на высшем уровне, более того, были пересмотрены некоторые тендеры. Однако, опять же, пропаганда России устроена по лучшим лекалам. В том смысле, что они берут какую-то проблему, гиперболизируют ее и пытаются ее продать. Мы это с вами увидим еще на примере одного кейса, о котором я расскажу чуть позже, а именно о том, как пытались дискредитировать Резникова. И, в общем, все истории про то, что у Зеленского якобы там во время войны он что-то купил и где-то прочее, оказались выдумкой. Но, соответственно, осадочек у многих остался. Эти планы, пишет Washington Post, привели к появлению сотен статей и тысяч постов в социальных сетях, переведенных на французский, немецкий, английский языки, нацеленных против Зеленского, как показывает множество документов. Одна статья, предназначенная для французской аудитории, была озаглавлена. Дирижеры у нас скучили концерты Зеленского, действия США в Украине заставляют поверить, что Вашингтон вскоре намерен избавиться от Зеленского, не обсуждая это с Парижем. На основании этой статьи один из стратегов приказал сотруднику фермы Троллей подготовить посты в социальных сетях на французском языке, в которых говорилось. Вашингтон заменит Зеленского на более способного президента, а Франции придется молча продолжать вооружать и финансировать Украину. В другой статье описывалось, как Зеленский настаивал на том, чтобы украинские силы защищали Бахмут, вопреки желанию залужного, что, по ее словам, привело к бибели 250 тысяч украинских военнослужащих. Это не то, что сильно преувеличенное число погибших в жестокой битве за город, это абсолютно не соответствует действительности. Сотрудников фабрики Троллей попросили написать комментарий, типа, почему украинские генералы ненавидят Зеленского, пиар из крови бойцов и расстрелять измученного президента. На Украине назревает генеральский заговор. То есть, видите, любые проблемы, любые противоречия, добавляя я уже от себя, они просто раскручивают в тысячу раз и выдают это на задание своим, соответственно, аккаунтом в фабрике Троллей и купленным пропагандистам. По словам представителей Европейских служб безопасности, одной из целей стратегов, пишет Washington Post, было обеспечить, чтобы темы, размещенные в европейских социальных сетях, просачивались обратно в Украину посредством репостов и усиления, или были подхвачены украинскими политиками, стремящимися раскрутить свои профили с помощью провокационных постов. Они ищут слабые места, они используют то, что создают сами, то, что лежит у них под ногами, заявил второй представитель европейских силовиков. Все направлено на деморализацию людей, сказал он. У стратегов также были прескуранты за размещение пророссийских комментариев в известных западных СМИ и за оплату влиятельных лиц социальных сетей в США и Европе, готовых работать с российскими клиентами. В документах говорится, что россияне были готовы заплатить до 39 тысяч долларов за размещение пророссийских комментариев в крупных западных СМИ. Речь идет не о комментариях под постами, о том, чтобы какие-то эксперты, какие-то, значит, независимые типа аналитики и прочее за деньги в западном СМИ говорили, там, не знаю, что у Украины все плохо или у России все хорошо. Это объясняет для меня лично, скажем так, как периодически в даже уважаемых изданиях выходят очень странные комментарии экспертов, которых никто никогда в глаза не видел. Но вернемся к публикации Washington Post. Практически везде это будут обозреватели, лидеры общественного мнения, бывшие дипломаты, чиновники, профессора и так далее, говорится в примечании к прескуранту. Из документов неясно, удалось ли Кремлю передать материалы западным изданиям и заплатили ли кому-нибудь деньги. Но кремлевские политтехнологи при этом не прочь набить свои карманы. Я добавил 20%, написал один из них коллеги. Ну, то есть и здесь, что называется, распиливают, но у меня нет никаких сомнений, что этот план удался и что каких-то людей удалось подкупить. С наступлением зимы в Киеве стало появляться множество дипфейковых роликов. Еще одна проблема, на которых Залужный называет Зеленского врагом народа и призывает к перевороту. Я думаю, вы их видели. Видео были быстро названы фейковыми и не оказали никакого реального воздействия на Украину. Однако высокопоставленный представитель европейской безопасности заявил, что он обеспокоен тем, что Кремль лишь тестирует почву для будущих дипфейков. Это очень дорого, но может сработать, сказал он, подходящее время, его можно будет использовать. Это действительно довольно серьезная угроза. По итогу, что мы узнали из публикации Washington Post, что Россия систематически работает как минимум с прошлого года конкретно по Украине, а с 2022 года по Западу, по Европе. И они публикуют огромное количество статей, постов, разгоняют это все. Самые разные истории. В том числе, они могли косвенно повлиять на появление реального конфликта между Залуженным и Зеленским. Нужно быть готовым к тому, что российской дезинформации будет еще больше, потому что это дешевый способ сделать украинскую армию слабее. Не поддавайтесь этой дезинформации. Да, я знаю, что иногда там словосочетание «российская пропаганда» может использоваться просто как жупел, и ничего под собой несет. Ну, например, я бы мог вам еще рассказать про некий «Майдан-3». Как вы видели, украинские власти говорят, что Россия готовится к некоторой большой масштабной провокации по дезинформации, она называется «Майдан-3». Я ничего про это не знаю. Никаких документов нам не приводят, никаких доказательств не приводят. Поэтому пока, хоть я и считаю, что такое не просто возможно, а скорее всего правда, что Россия действительно готовит какую-то масштабную информационную кампанию и не сворачивала ее ни на секунду, просто готовит какой-то новый ее этап. Но поскольку я не могу это предметно вам доказать, я это не беру. Но я детально вам рассказываю, как все это работало все эти два года, если мы берем операцию на западных зрителей тоже. Поэтому очень важно понимать, как это работает, защищать себя и своих близких от дезинформации. Потому что Россия, к сожалению, большой мастер пропаганды, большой мастер лжи. На это выделяется огромное количество ресурсов. Нельзя позволить пропаганде добиться желаемого России эффекта. Потому что если России не удастся расколоть украинское общество, то России не удастся его победить. А с вами был Майкл Наки, и вы можете помочь распространить это видео, поставив лайк, написав комментарий, подписавшись на канал, особенно подписавшись на канал, потому что YouTube следит за подписками, и значит, когда он видит там рост подписок, он считает, что ролик хороший и показывает его там еще большему количеству людей, поэтому это сильно поможет. Ну и, конечно, финансово поддержать канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании. До скорых встреч, всего доброго, пока!